Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжим тему миграционной политики Германии и ЕС в целом. И для обсуждения я предоставляю вам интервью исследователя миграционной политики, который отвечает на вопросы журналиста. Итак, давайте мы с вами просто послушаем это интервью и выскажем после свои точки зрения или свои мнения на услышанное. Итак, вопрос. Господин Кнаус, правительство Германии в последнее время развернуло лихорадочную деятельность по сдерживанию нелегальной миграции в Германию, которая вышла из-под контроля много лет назад. Теперь решением должен стать более строгий пограничный контроль. Что именно вы имеете в виду, когда предостерегаете аллюзорных решений, которые приносят только разочарование? Ответ. Цель – остановить нерегулярную миграцию законно. Важнейшие вопросы где и как. И правительство, и оппозиция ХДС, ХСС совершают стратегическую ошибку, если обещают достичь этой цели на границах Германии. С 2015 года мы много знаем о влиянии пограничного контроля на внутренних границах. В Австрии он появился с осени 2015 года, как и во Франции. С тех пор в обеих странах число заявлений о предоставлении убежища резко возросло. Законодательство ЕС позволяет лицам, задержанным на границе, подавать заявления о предоставлении политического убежища. В 2022 году в Австрии было почти 110 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Это намного больше, чем в 2015 году. И если судить по численности населения, намного больше, чем в Германии, после 7 лет пограничного контроля. Вопрос. Лидер ХДС Фридрих Мерц, однако, говорит, что хочет не только контроля, но и немедленного отказа на границе. Они предупреждают, что желаемый эффект домино не материализуется. Почему бы нет? Ответ. Эта идея не нова. Когда в 2018 году поступило аналогичное предложение об отказах на границах Германии от Баварии и тогдашнего министра внутренних дел Хорста Зейхофера, Ангела Меркель даже согласилась на него. Но при одном условии. Зейхофер должен убедить своих коллег по партии в Вене, таких как тогдашний канцлер Себастьян Курс, принять эти отказы. Реакция Вены на это была такой же в 2018 году, как и сейчас в 2024. Австрия, которая с 2014 года предоставила даже большую защиту на душу населения, чем Германия, не была готова принять отказы, противоречащие действующим дублинским правилам. Но как отказы могут быть устойчивыми, если соседние страны отвергают их и если не будут построены пограничные заборы и стены? Готова ли теперь Германия навсегда упразднить Шенгенскую зону? И как должны работать отказы на зеленой границе, протяженность которой тысячи километров? Должна ли через каждые 20 метров стоять пограничная полиция? Если вас отвергли в одном месте, вы попробуете снова в другом. Мы наблюдаем это с 2016 года в Юго-Восточной Европе на так называемом Балканском мархруте, который, якобы, был закрыт много лет назад. Вопрос. Вы также называете неподходящим встречное предложение светофорной коалиции о задержании беженцев у границы с Германией. Почему? Ответ. Это было бы своего рода турбо-дублин в небольшом масштабе. Будет ли тогда Бавария или Саксония строить только приемные центры? Почему то, что годами не удавалось с Италией и Грецией, вдруг сработало? В 2023 году Германия подала заявку на процедуру предоставления убежища в Италии и Греции в 20 тысячах случаях в Дублине. Однако было осуществлено только 14 переводов. Разочарование по этому поводу понятно. На Германию и Австрию вместе приходится около 20% населения ЕС. Но с 2014 года эти обе страны приняли более половины всех положительных решений о предоставлении убежища в ЕС. Если бы дублинская система работала, это было бы невозможно. Между тем, бюрократические усилия огромны. В 2023 году Германия около 75 тысяч раз подала заявку на перевод человека в другую страну Евросоюза. И только 5 тысяч раз это происходило на самом деле. В то же время сама Германия приняла более 4300 дублинских случаев из других стран. В конце десятка тысяч обработанных дел в Германии в прошлом году было на 700 меньше заявлений о предоставлении убежища в год. В общей сложности 350 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Дублинская система напоминает нам Сизифов труд. Вопрос. Итак, давайте поговорим о решениях. Вы сделали себя, вернее вы стали непопулярным в исследованиях миграции, потому что выступаете за перенос европейских процедур предоставления убежища в африканские страны. В качестве модели вы приводите пересмотренное партнерство по предоставлению убежища между Великобританией и Руандой в декабре 2023 года. Но этот проект не удался. Так как же это может быть решением? Ответ. Есть чему поучиться у провалившегося сотрудничества Великобритании с Руандой. Она потерпела неудачу по двум причинам. Во-первых, Тори ввели ее по-дилетантски. Прежде чем прояснить вопрос о том, как можно обеспечить надежные процедуры предоставления убежища в Руанде, британское правительство уже установило крайний срок, с которого оно хочет перевести всех прибывающих после этого просителей убежища. Как и следовало ожидать, суды в Лондоне вмешались против этого. Только после этого, чтобы разъяснить обоснованные возражения со стороны судов, правительство в конце 2023 года заключило новый контракт с Руандой. В нем Руанда обязалась не допускать депортации тех, кто привезен в страну из Великобритании, даже в случае отрицательного решения о предоставлении убежища. Таким образом, даже лица, которым было отказано в предоставлении убежища, могли остаться в Руанде. С этой целью была усовершенствована национальная процедура предоставления убежища. К участию были приглашены и международные судьи. Признанный английский судья должен был стать сопредседателем апелляционной палаты по делам о предоставлении убежища в Руанде. И потому, что тори были отстранены от власти летом, нынешнее правительство выступает против проекта по политическим причинам приостановило сотрудничество с Руандой. Но теперь-то мы знаем, серьезные процедуры предоставления убежища в Руанде возможны. С 2019 года агентство ООН по делам беженцев привозит тысячи просителей убежища из Ливии в Руанду для прохождения процедур предоставления убежища. Руанда уверена в том, иначе ООН не смогло бы это сделать. Люди, получившие убежище, могут либо остаться в Руанде, либо подать заявление на участие в программе переселения, особенно в Соединенные Штаты или Канаду. Так что такая система работает. Так что же мешает немецкому правительству извлечь уроки из ошибок Лондона и стремиться к юридически безопасному соглашению с Руандой или другими третьими странами, чтобы передать процедуры предоставления убежища там на аутсорсинг? Ответ В настоящее время законодательство ЕС. Кроме того, необходима четкая стратегия в отношении предложений потенциальным странам-партнерам. Я иногда слышу, что договоренности с третьими странами – это не волшебное решение, это правильно. Но снижение нелегальной миграции и числа смертей в Средиземном море в течение нескольких недель до всего лишь 3% от предыдущих показателей, как это было достигнуто в Игейском море, в заявлении ЕС Турция в 2016 году, стоит серьезных политических усилий и спасет много жизней. Если бы в обмен на сотрудничество африканской стране-партнеру был предложен упорядоченный прием беженцев с помощью квот, облегченная мобильность для ее собственных граждан и помощь в развитии для борьбы с крайней бедностью, то партия Альтернатива для Германии, безусловно, протестовала бы против этого. Но партии Центра и все те, кому небезразличны гуманно контролируемые внешние границы без тысяч смертей каждый год, должны поддержать такое предложение. Вопрос. Помимо расистского возражения о том, что африканское государство не может предложить достаточные стандарты как таковые, противники идеи Руанды утверждают, что привоз сотни тысяч людей в страну иллюзорен. Говорят, дело не в этом. Из-за сигнального эффекта регулирования даты отсечения вряд ли кто-то приедет очень скоро, и если станет ясно, что путешествие в Европу заканчивается в Руанде. Почему же вы в этом так уверены? Ответ. Руанда никогда бы не захотела проводить процедуры предоставления убежища сотням тысяч людей. Турция также не была готова сделать это в рамках своего соглашения с ЕС в 2016 году. Цель состоит в том, чтобы систематически препятствовать нелегальной миграции в ЕС с помощью регламента о сроках отсечения. Крайний срок между ЕС и Турцией был согласован в 2016 году, после чего все те, кто прибыл на греческие острова впоследствии, должны были рассчитывать на возвращение в Турцию. Это вызвало немедленное резкое сокращение миграции. Решающим фактором было то, что сообщению поверили. С этой целью страны-партнеры предлагают проводить или разрешать процедуры предоставления убежища на своей территории в соответствии со стандартами ООН. Таким образом, можно быстро сократить нерегулярную миграцию и смертность на пути к Канарским островам, а также в Центральном Средиземноморье и спасти тысячи жизней. Однако для того, чтобы государство-партнеры могли участвовать, должны быть предложения, которые отвечают их долгосрочным интересам. Например, вы можете предложить легальную трудовую миграцию для молодых людей, которые подают заявление на нее в регулируемых процедурах. Вопрос. Также следует поговорить и о факторах притяжения. Правительство Нидерландов хочет прекратить выплату государственной поддержки лицам, которым было отказано в предоставлении убежища с 2025 года. Будет ли это выходом и для Германии? Господин Кнаус отвечает. Лица, вынужденные покинуть страну, чье ходатайство о предоставлении политического убежища было отклонено в последней инстанции и которые смогли покинуть страну, больше не будут получать поддержку и в Австрии. Есть исключения для случаев, когда люди не могут покинуть страну не по своей вине, но их не так много. Во всей Австрии в настоящее время насчитывается менее 1100 человек, которые имеют окончательное отрицательное решение о предоставлении убежища, но продолжают получать базовую медицинскую помощь. Это крыша над головой, 7 евро в день на еду и 40 евро в месяц. Все остальные, кто был окончательно отвергнут, больше ничего не получат. Кроме того, в Швейцарии, как и в Австрии, существуют очень быстрые процедуры в случае почти безнадежных заявлений о предоставлении убежища. В Германии в 2024 году уже поступило почти 11 тысяч заявлений о предоставлении убежища из стран Западных Балкан, Молдовы и Грузии. Только 21 из этих заявок была одобрена. В Австрии поступило всего 225 заявок из этих стран с 12 положительными решениями. В этом году 30 тысяч человек снова могут подать заявления о предоставлении убежища в Германии, у которых нет шансов быть признанными с самого начала. Из Вьетнама уже поступило 1000 заявок с единым признанием. 2500 заявок из Колумбии с тремя признаниями. Снизив стимулы для подачи таких в основном безнадежных заявлений, власти и суды могли бы быстро облегчить положение. Иными словами, Германия должна последовать, к примеру, Голландии или Австрии и прекратить оказывать государству поддержку лицам, которым было отказано предоставление убежища? Имеет смысл эффективно препятствовать безнадежным заявлениям о предоставлении убежища. Те, кто нуждается в защите, должны ее получить. Но у тех, кто в ней не нуждается, не должно быть стимула подавать заявление о предоставлении убежища. Обеспечение этого было бы уже, было бы не ужесточением, а защитой прав на убежище. Так что больше никакой государственной поддержки для лиц, которым было отказано предоставление убежища? Они также критикуют за то, что светофорная коалиция на европейском уровне блокирует возможные решения, а именно отмену критерия подключения, к которым стремится большинство государств ЕС? Так о чем же речь? Речь идет о создании правовой предпосылки для того, чтобы ЕС мог вести переговоры с возможными безопасными третьими странами о репатриации лиц, ищущих убежище. Одним из них является международное право. Любой, кто пребывает в ЕС, может быть доставлен только в страны, где соблюдены стандарты в области прав человека и гарантированы справедливые процедуры предоставления убежища. Тем не менее, критерии связи в действующем законодательстве ЕС также требуют, чтобы соответствующее лицо имело биографическую связь с этой безопасной страной. Это не является частью ни конвенции о беженцах, ни европейской конвенции о правах человека. Подавляющее большинство государств ЕС уже давно призывает к отмене критерия подключения. То же самое делает и ХДС. Правительство до сих пор категорически отвергало это. Почему? Речь явно идет не об ограничении прав человека. Вопрос. Как можно было бы отменить критерии подключения? Ответ. Комиссия ЕС должна была бы предложить это. Затем дело за государственными членами и европейским парламентом. В любом случае, это будет обсуждаться следующим летом. Но зачем ждать, пока шенгенская зона рушится на наших глазах, а тысячи людей продолжают тонуть в Средиземном море из года в год? Светофор и оппозиция могут немедленно сигнализировать комиссии о готовности Германии удалить критерии подключения. Тогда можно было бы готовить серьезные переговоры к 2025 году. Цель должна состоять в том, чтобы сократить нерегулярную иммиграцию в ЕС так же эффективно, как это было первоначально достигнут декларацией ЕС Турция в марте 2016 года. Зимой 2015-2016 года более 150 тысяч человек прибыли на лодках из Турции в Грецию за три месяца. Летом 2016 года за три месяца их было всего 5 тысяч, а зимой 2017 года всего 4 тысячи за три месяца. Снижение на 97%. Это соглашение сократило нерегулярную иммиграцию на 4 года. Затем заявление ЕС Турция рухнуло. Результат этого не заставил себя долго ждать. В Германии, Австрии и Швейцарии число заявлений о предоставлении убежища только от сирийцев и афганцев возросло с 200 тысяч за три года с 2017 по 2019 год до 450 тысяч в период с 2021 по 2023 год. Несмотря на новые заборы, национальный пограничный контроль и растущее насилие на границах в Юго-Восточной Европе. Журналист. Однако, особенно среди зеленых есть, мягко говоря, определенные сомнения по поводу переноса европейских процедур предоставления убежища в Африку. Ответ. Соглашения с безопасными третьими странами являются моральной альтернативой насилию, смерти и беззаконию на границах Европы и к нынешней потере управления. Чтобы контролировать нелегальную миграцию и снизить смертность Средиземноморья, серьезные процедуры предоставления убежища в третьих странах являются законными, даже если они связаны с целью сокращения нелегальной миграции в то же время. Мы должны попрощаться с боевым кличем экстернационализации. Журналист. Они предупреждают, зеленые, что любой, кто твергает любые попытки обуздать нелегальную миграцию по идеологическим причинам, не считается с Путиным. Что вы имеете в виду? Ответ. Если пропутинские партии, такие как Альтернатива для Германии, Национальная партия Морильепен будут становиться все сильнее и сильнее на выборах по всей Европе из-за того, что центристские партии не выполняют свои обещания по ограничению нелегальной миграции, это поставит под угрозу существование мира. Путин является самой большой причиной бегства в Европу. Он развязал войну против Украины. Перемещение миллионов людей является явной целью. Вместе с Белоруссией он переправляет десятки тысяч мигрантов из других стран к внешним границам Европы, не говоря уже о его роли в Сирии с 2015 года. Провал попыток контролировать нелегальную миграцию с помощью верховенства закона это величайший подарок для Путина и его союзников. Однако, учитывая серьезность ситуации, нам нужны предложения по сокращению миграции, которые могут реально сработать. Это становится опасным, когда центристские партии предлагают решения, которые не соответствуют ожиданиям. Например, необходимо было бы объявить чрезвычайную ситуацию для плана высадки на германских границах. Почти наверняка европейский суд не согласился бы с этим. Тогда почти весь Бундестаг был бы против высшего европейского суда. Это было бы идеальной питательной средой для антиевропейских компаний Сары Вагенкнехт и альтернативы для Германии. Ну и в конце концов даже ради дебатов, на которые Путин надеялся о выходе Германии из ЕС. Вот такое вот интересное на мой взгляд интервью дал эксперт по миграции господин Кнаус журналистам по теме «Имеет ли смысл препятствовать безнадежным заявлениям о предоставлении убежища?» Журналист от газеты «Франкфуртер Альгемайнецайтунг». Ну теперь, если вы внимательно слушали, я готов прочитать все ваши комментарии, все ваши точки зрения, высказывания по данной теме. Ну и, конечно же, для всех тех, кто только-только подключился к нашему каналу, мы не за русский мир, мы не за Путина, мы нейтральная сторона, которая освещает события как с одной стороны, так и с другой стороны. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться подкастом с друзьями, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий и новостей на нашем канале. И всем удачи, не болейте, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok